Гулять на набережных и в парках снова можно, конечно, с соблюдением санитарных норм. Необходимо надеть маску и держаться на расстоянии в полтора метра от других людей. А вот прокатиться на аттракционах не получится. Они закрыты по-прежнему до особого распоряжения. Решение об открытии парков приняли на заседании штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Рост забелеваемости есть. Ограничения на прогулки решено снять. Так появляется возможность рассредоточить гуляющих. Из развлечений на открытом воздухе астраханцам теперь доступно посещение зоопарка. Но по предварительной записи группами не более пяти человек. Из соблюдения масочного режима. Соблюдая такие же условия, теперь можно пойти и в музей города. На День России 12 числа мы открыли Астраханский Кремль. Открываем. То есть территория будет доступна для наших гостей. Кроме детской площадки. Потому что, ну как парки, детские площадки все-таки это пока есть ограничения. И музеи у нас по предварительной записи, соблюдая правила, начнут работать со вторника. Залы достаточно большие. Да, научные сотрудники будут сопровождать наших. Нужно соблюдать социальную дистанцию. И самое главное, чтобы люди не заболели. По предварительной записи разрешено посещать библиотеки. Взять книгу можно домой, соблюдая условия абонемента. Все возвращенные книги за этот период будут оставлять на карантин. И только после этого возвращать в оборот. Учреждения культуры тоже начнут работу в новом режиме. Артистам театров, цирков и музыкантам разрешили репетировать. Мы все-таки постарались так, чтобы они немножечко пораньше в этом году ушли в отпуск. Что по мере того, как будет у них заканчиваться отпускной период, они будут выходить. Но обращу внимание, что разрешена пока только деятельность по подготовке будущих мероприятий. Пока сами мероприятия, непосредственно, особенно со зрителем, они не разрешены. Разрешено проводить репетиции, причем малыми группами, до 15 человек. С ограничением в 15 человек разрешено тренироваться спортсменам сборных команд. Футболисты Волгаря больше всех ждали новой отмены ограничений, ведь сыгранность команды во многом зависит от групповых тренировок. Уже очень долго ждали этого решения, ждали официального разрешения, чтобы мы начали заниматься в группах. Ребята, приезжие, которые приедут у нас 14-15 числа, обязательно с тестом уже на коронавирус. Затем, соответственно, сразу они сдают тест, и мы будем заниматься в малых группах. Ребята, которые находятся в Астрахани, то есть наши астраханские футболисты, они также сдают тест, и они с приезжими ребятами встречаться не будут. Поэтапно начнут тренировки и другие спортсмены-гонболисты, волейболисты. А вот ватерполистам придётся подождать. Тренировок на земле для них недостаточно, а бассейны по-прежнему закрыты. Как для профессиональных спортсменов, так и для любителей водных видов спорта. Виктория Соколова, Алексей Гупов, Игорь Нифиденко, Центр новостей.